Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами будем разговаривать о брожении вина. О всех его особенностях. Как оно происходит, при какой температуре, как оно себя ведет. Дело в том, что очень много возникает вопросов. У кого-то оно бродит, у кого-то не бродит. У кого-то оно ведет себя так, это брожение, у кого-то по-другому. И вот сегодня я вам расскажу полностью все нюансы брожения, которые только могут быть. Итак, начнем. В технологии красных вин у нас используются брожение на мезге. Или аэробное брожение, то есть брожение с доступом кислорода. Конечно, мы не держим вот так вот открытую емкость. Чтобы у меня была сверху вот крышечка, чтобы тут мухи не летели, плодовые мушки и все остальное. То есть я прикрываю. Но брожение идет достаточно бурно. Выделяется углекислый газ, он достаточно тяжелый. И здесь получается такая шапка из углекислого газа. Ну, очень важно в этот момент мезгу опускать, да, хотя бы два раза в день. Мезгу погружать вот туда, чтобы она суслом омывалась. Во-первых, так лучше идет экстракция, то есть извлечение всех ароматических и красящих веществ раз. Во-вторых, даже если здесь у нас есть шапка углекислого газа, на поверхности мезги могут всякие жить неприятные микроорганизмы, которые вино наше могут испортить. Могут плесени появляться. То есть это может быть. Как определить, что мезга у нас бродит? Во-первых, у нас вот такая плотная шапка. Во-вторых, бывает, что брожение очень сильное. Здесь у меня уже седьмой день стоит, поэтому оно немножко, процессы начинают замедляться. А так прям пробиваются такие вот пузырьки пены. Вот я ложечкой пошевелю, да, видно, вот такие вот пузырьки пены пробиваются. Сначала оно идет более бурное, потом оно постепенно замедляется по мере расходования сахаров. Сколько держать на мезге, это каждый решает сам, потому что от того, сколько вы держите, зависит ваш конечный результат. Можно держать там 2-3 дня, можно держать 10 дней, можно держать даже больше, пока мезга не опустится на дно. Да, это тоже допустимо. Разная стилистика вин, разный результат. Как держать, решаете вы, здесь нет какого-то правильного, либо неправильного. И вот пока у нас все бродит на мезге, то есть это такое бурное брожение. Ну, конечно, если вы держите долго, мезга опустится вниз, и уже брожение будет медленным. Вот в тот момент надо быть очень внимательными. Потому что, напомню, пока что у нас сусло защищено углекислым газом, который бурно выделяется. Да, но уже я вам показываю, что он не так уже бурно выделяется. А если он выделяется еще меньше, значит и защита сусла тоже меньше. И поэтому в такой момент надо уже принимать защитные меры. Ну, если мы вот тряпочкой накрывали только, чтобы мушки не лезли, то как только мы видим, что брожение замедляется, значит, надо уже накрывать нормальными крышками. Более плотно. Если мы не хотим, чтобы у нас все испортилось. И еще касательно брожения на мезге. Когда оно начинается? Если мы не добавляем дрожжи, если мы не добавляем закваску дрожжевую, мы не готовили ее заранее, что это такое, отдельное есть видео, ссылку оставляю. Так вот, если мы ничего не добавляли, само спонтанное брожение начинается примерно на третий день. Поэтому, если до трех дней у вас ничего не изображать, не надо беспокоиться, что ай-яй-яй, что-то не так. Все так. Причем тоже есть отдельное видео, этому посвящено, где я показываю реальные примеры. Поэтому, пожалуйста, если вас эта тема беспокоит, посмотрите и убедитесь, что у вас все в порядке. Вообще, начало брожения и само брожение очень сильно зависит от внешних факторов. От температуры, от того, в какое время был собран виноград, какие его кондиции и так далее, и так далее, и так далее. И еще, если вы досыпали сахар, особенно вы досыпали его много, не считая, то чем больше сахара, тем брожение начнется позднее. Это аксиома, это всегда так. Мы поговорили про красное вино, про брожение на мезге. Теперь говорим про белое. Белое вино, здесь, правда, у меня бродит очень бурно, но вообще белое вино мы сразу ставим под затвор. На мезге они не бродят. И для белых вин, вот такая вот белая пена, обильная, нежелательно. Если вдруг так получается, что брожение идет вот так вот бурно, то снимаем с осадка, аккуратненько через шланжик переливаем в другую бутыль, опять ставим под затвор. Но если вы делаете вино действительно по белому способу, когда сразу отжимаете сок, то у вас вряд ли будет так сильно бродить. У меня тут есть но особый нюанс, почему оно так бродит. И касательно температуры. Белое вино бродит при температуре градусов 15, можно и ниже. Красное при температуре 22-25. Теперь смотрите, вот мы сняли сусло с мезги. И уже ставим в анаэробные, так называемые условия, когда оно бродит без доступа к кислороду под гидрозатвором. Смотрите, очень частый вопрос. Я снял вино с мезги, а у меня оно не бродит. Конечно, оно может у вас не бродить, если оно уже выбродило, когда стояло на мезге. Вы очень там старались, вы поддерживали теплую температуру. Может быть, вы, если добавляли дрожжи, вы их добавили очень много, они очень быстро все съели, и уже кушать просто больше нечего. И это нормально, значит, вино у вас отбродило. В моих условиях, как бы, вот по моему опыту, вино бродит примерно месяц, даже вот красное. Но бывают случаи, когда оно может отбродить буквально за 10 дней, а может быть и меньше. Повторю, что на скорость брожения и, в принципе, на сам процесс влияет очень много факторов. И если мы на мезге подержали немного, то особенно интенсивное брожение, чтобы затворы булькали, это нормально. Если вы держали на мезге долго, у вас мезга опустилась на дно, либо на поверхности она стала такая совсем рыхлая, значит, дрожжи очень хорошо поработали. И уже им просто, ну, бродить мало чего остается. О том, бродит вино или нет, можно судить, а по затвору вот это самые предпочтительные виды затворов. Я всегда об этом говорю. Потому что они улавливают даже мельчайшие процессы. В отличие от перчаток, либо от крышек таких, либо если шланг опущен в воду, вы там будете полчаса сидеть и смотреть, есть какая-то булька или нет. А здесь все понятно. Вот, смотрите, рядом затворчик. Чуть-чуть разный уровень. В затворе есть, значит, процесс идет. Все ясно, все понятно. И еще брожение мы можем следить по поверхности сусла. Видите, есть пенка. Значит, брожение идет. Если пенки нету и полностью поверхность гладкая, значит, брожение прекратилось, либо практически прекратилось. И сразу же, поскольку говорили об остановке брожения, о том, как ее зафиксировать, если у вас брожение вина остановилось, то в первую очередь подумайте, может, так и надо. Может, уже ему пришло время. Да, дрожжи съели весь сахар. И все нормально. Не надо бежать и тут же добавлять сахар. Вообще, сахар отдельная тема. И не будем здесь останавливаться, потому что будет очень долго. Оставлю ссылку на видео. Пожалуйста, посмотрите. И с сахаром надо уметь работать, а лучше вообще без него. Сахар добавляется только в крайних случаях. Дальше. Какие еще брожения есть, нюансы? У него есть две фазы. Бурная фаза, вот я вам ее показала. Это когда идет активное выделение углекислого газа. Если это идет брожение на мезге, да, вот там пенка выделяется, шапка сверху. Если у нас уже идет брожение в бутыле, мы дображиваем, значит, пенка и затвор. Булькает перчатка надутая, да, там, если мы что-то куда-то опускали, тоже все это булькает. Это брожение бурное. За стадией бурного брожения следует стадия медленного брожения. И вот как раз в этот момент часто многим кажется, что все брожение остановилось. Особенно те, кто использует перчатки, вот эти вот шланжики и все остальное. Потому что процесс в этот момент очень сильно замедляется. Основную часть сахара, дрожжи, скушали. И осталась совсем капелька, чуть-чуть. И они это едят очень медленно. Более того, я не так давно рассказывала про дрожжи. Есть два типа дрожжей. Одни едят быстро самые начальные сахара, а вторые едят медленно последние сахара. И в тот момент, когда они переключаются, грубо говоря, между собой, у нас тоже очень сильно брожение замедляется. И нам кажется, что оно остановилось, но это не так. Поэтому не спешите делать выводы, а смотрите все признаки. Еще для процесса брожения очень важна постоянная температура. Но в принципе, если у вас бродило в прохладе, например, да, вот сейчас еще не во всех домах включено отопление, вино бродило, было прохладно, отопление включили, температура повысилась. Это не так страшно. Бродило будет бродить. Но главное, чтобы не перегревалось, потому что при определенной температуре вообще само по себе брожение это процесс с выделением тепла. Если этого тепла слишком много, все перегревается, дрожжи перестают работать. Да, такое тоже может быть. В домашнем виноделе, конечно, такие случаи редки. Почему? Потому что мы работаем с небольшими объемами. Да, там 10 литров емкость, 20 литров, ну, там особо этого не будет. А когда большие емкости, да, это имеет место быть. Но теперь мы рассмотрим немножко другой вариант перепадов температуры. Когда у нас было тепло на улице, ну, этот год, конечно, у нас особенный, но, в принципе, часто бывает, что мы ставим вино еще тепло, хорошо, светит солнышко и так далее, а потом становится прохладно. Особенно вот в частных домах, да, мы там начинаем топить какие-то печи, камины. Вечером у нас тепло мы протапливаем, к утру становится прохладно. И дрожжи, им становится тяжело работать. Во-первых, в принципе, в скачках таких, во-вторых, вот этот перепад на холод они не любят. И в этот момент очень часто, что происходит, затвор разворачивается в обратную сторону, вплоть до, вот у меня когда-то было, что оно прямо так хлюпало. То есть бульки не туда, а бульки обратно. Так дрожжи засасывали воздух в перчатку, будет втягивать. Что происходит? В дрожжи есть два процесса, брожение и дыхание. Так вот, когда им становится холодно, если они все время в холоде бродили, это нормально. Много раз показывал, у меня вино при 15 градусах бродит, и при 10 градусах бродит, это прекрасно себя чувствует. Но если оно было в тепле, а потом в холоде, то дрожжи с брожением, с выделением углекислого газа переключаются на дыхание, начинают воздух тянуть. Оттуда и видим, что происходит втягивание. Не надо этого бояться, ничего страшного, просто обратите внимание, постарайтесь обеспечить максимально такую вот температуру без перепадов. изначально, ну, насколько это возможно, потому что не всегда у нас не на все есть возможности. И если вот затвор развернулся, перчатка втянулась, тоже не надо сразу бить тревогу, просто понаблюдайте. Понаблюдайте чуть-чуть, попробуйте к источнику тепла передвинуть бутыльную без фанатизма. И посмотрите, если начнет там перчатка подниматься, затвор опять работает нормально, значит все хорошо, просто постарайтесь вот этих перепадов избежать. Дальше, что касается фазы медленного брожения. Как его можно зафиксировать, я уже вот вам показала немножко пример поверхности сусла. Так вот, поверхность сусла становится практически гладенькой, затворчик чуть-чуть только повернут. И бывают еще такие вот прям как слюнки. Маленькие-маленькие островки пузырьков. Если островки пузырьков у вас есть, все нормально, вообще беспокоиться не о чем. И то же самое часто ошибка. Вот когда брожение переходит в медленную стадию, мы начинаем делать какие-то манипуляции, которые только вредят. В этот момент часто снимается сусадка. Вино. И количество дрожжей уменьшается раз, во-вторых, для них уменьшается питание. Знаю я эти сказки, что ай-яй-яй, значит, там в осадках, там мертвые дрожжи, они будут вонять и так далее. Если, конечно, там, может быть, будет очень-очень долго стоять, ну да, такой процесс может быть. Но когда брожение еще идет, то не надо делать это преждевременно. Уже когда мы видим, что совсем у нас брожение вот-вот закончилось и остановилось, вот тогда мы с осадка и снимаем. Конечно, если очень бурное изначально брожение, я вам показала на примере белого, да, тогда тоже можно с осадка снять. Да, помните, с какой целью? Чтоб его замедлить. А когда оно и так замедлено, не надо замедлять его еще больше. Это не совсем правильно. Единственное, ну, бывает так, что там осадок очень-очень большой, очень-очень толстый. Да, в таком случае можно снять, но вполне нормально, если вы часть этого осадка захватите в новую емкость. Это будет вполне нормально. И когда снимаете, вот в таком случае на последних стадиях брожения, и в принципе, ну вот, если только не бурное, да, мы сняли с осадка, наливайте емкость пополнее. И вот вопрос, а если у меня нет вот другой бутыли? Ну, ищите. Ищите бутыли, бутылки, там банки трехлитровые, двухлитровые, литровые. Емкостей хватает. Доступа к емкостям тоже хватает. Но помните, что вот на последних стадиях, опять же, чтобы вы нормально видели вот эти последние стадии брожения. То есть вы понимаете, к примеру, вот у нас есть вот такая бутыль, и она была налита на две трети. У нас вот столько свободного места. Когда идет бурное выделение углекислого газа, это пространство быстро заполняется. Но когда идет медленное, то, чтобы заполнить это пространство газом, ну, надо много времени, чтобы создать давление, чтобы оно вышло, да? Поэтому сняли. Ну, можно оставить небольшое пространство, но небольшое уже не вот такое, да, а немножечко. И опять наблюдаем. Если перчатка, берем целую перчатку и натягиваем ее поплотнее. Тогда нам будет хорошо видно вот эти небольшие колебания. И, конечно, надо помнить, что не спешите снимать с осадка. Там живые дрожжи, а даже те дрожжи, которые там умирают, они являются питанием для тех, которые живут. Дрожжам надо не только сахар. Им надо еще некоторые питательные вещества, для того, чтобы они могли нормально осуществлять свою деятельность. Конечно, здесь, ну, как бы разумно надо ко всему подходить, да? То есть, может, и не стоит держать на вот этом первом толстом осадке очень долго. С другой стороны, пока вину бродит, все нормально, и не надо его трогать и беспокоить. Дальше. Вот эта вот фаза медленного брожения, она может идти очень долго, в зависимости от условий. И часто что происходит, тоже вот брожение было бурным, было тепло, потом похолодало. Мало того, что брожение уже переключается на медленную стадию, да, еще стало холодно, и оно все замерло. И мы потираем ручки. Все у нас. Все закончилось, мы закрыли. А потом в какой-то момент открываем наше вино и удивляемся, а чего оно у нас бурлит, как шампанское? Ну, правда, удивительно, чего оно у нас бурлит. Да потому, что оно не добродило. Ничего страшного в этом нету. И делать с этим ничего не надо. Оно не испорченное, ни какое-то там плохое. Его вполне можно употреблять. Просто вы не закончили брожение. Оно приостановилось, или вы его не заметили, ну, и потом оно стало когда-то бродить, тогда, когда ему захотелось. Это нормально, ничего страшного. Просто будьте внимательны. И не спешите сразу перемещать вино в какое-то холодное место. Почему? Потому что у виноградных вин есть еще один тип брожения. Вот сейчас мы с вами говорили про спиртовое. Сахар превращается в спирт, и это спиртовое делится на две стадии. Бурное и медленное. А еще есть брожение яблочно-молочное. Когда яблочная кислота резкая, та, которая нам щипет язык, превращается в более мягкую молочную. И вот когда мне все время пишут про то, что я не могу пить кислятину, мне там щипет, поэтому я разбавляю водой. Да потому что вы просто не даете вино дойти до нормальной стадии. Как бы в вине все предусмотрено, и с кислотой надо уметь работать. Да, когда ваше вино вот только отбродило, только закончилось спиртовое брожение, оно будет кислым. Любое, даже из самого сладкого винограда, вино будет на вкус казаться кислым. Потому что сахар ушел, а кислоты еще не вошли в баланс. Раньше эти кислоты маскировались сахаром, теперь сахара нет, все, оно кажется кислым. Не надо тут же сыпать сахар. Вот буквально недавно тоже был комментарий, что я пробую, вино кислое, я добавляю сахар, опять ставлю под затвор. И зачем? Ну, мы делаем вино более крепким. Смысл? То есть поймите, надо знать процессы. Когда мы знаем процессы, мы понимаем, как с ними дальше поступать. Так вот, значит, спиртовое разобрали, да, яблочно-молочное. Оно идет с выделением углекислого газа, но вот это выделение углекислого газа, оно маленькое. Вот эти вот затворы пластиковые, что я вам показала, вот они его фиксируют, они его показывают, там булек не будет. Там будет просто затвор стоять на разных уровнях. Но поэтому мы можем следить, что брожение идет. И точно так же, если вы плотно закрыли, вот особенно эти 10-20 литровые бутыли, у которых пластиковая крышка сверху, вот я сама однажды на себе это ощутила. Сидим мы вечером, и тут что-то щелк, крышка вот эта ее порвала вверх. Она щелкнулась. Потому что углекислый газ накапливался, накапливался, накапливался и накопился. Поэтому используйте удобные затворы, информативные, и не спешите закрывать. Потому что процесс все равно должен пройти. Оптимальное для этого брожение 20 градусов. Поэтому если вот тоже вы, только у вас вино отбродило, и вы вынесли его на холод, его не будет, и ваше вино будет более кисленьким. А потом очень часто весной вино начинает бродить повторно. И тоже вот становится чуть теплее. Причем интересно, что вот это весеннее брожение, ну, как-то вот эти микроорганизмы, они чувствуют. С яблоками так бывает, когда цветут яблони, начинает вновь бродить яблочное вино. И с виноградом, когда по виноградной лозе начинает течь сок весной, возобновляется брожение вина. Вот такие законы природы. И поэтому не стоит удивляться. Вы просто не дали этому процессу завершиться тогда. Вы его притормозили. Поэтому вот кажется вам, что ваше вино отбродило. Сняли его с осадка, залили полную емкость, поставили под затвор. Нет затворов. Поставили под крышку. Иногда ходите, проверяйте. Да, вот та же пластиковая крышка. Не надо ее открывать. Кстати, не надо бояться, потому что кто-то боится. А, я открою, у меня превратится в уксус. Да ничего, у вас за те 30 секунд, что вы откроете, в уксус не превратится. Чуть-чуть приоткрыли. Вот. Газа будет слышно, что он выходит. Приоткрыли, он вышел. Назад прикрыли. Понимаем, что какие-то процессы идут. Можно еще, кстати, попробовать. И мы вот эти газики ощутим на языке. То есть мы не обращаем внимания на кислоту в этот момент. Нет, мы обращаем внимание на газики. Если газики там есть, значит какие-то процессы брожения идут. Либо одного, либо другого. И наша задача им не мешать. Конечно, тут пару слов стоит сказать о белых винах. Потому что, если мы делаем вина по-белому, не во всех стилях, не во всех технологиях приветствуется проведение этого самого яблочно-молочного брожения. Ну, я придерживаюсь того, что я вину не мешаю. Бродит и бродит, да. Ну, просто имейте в виду, что для белых оно не всегда обязательно останавливает его серой. Ну, как бы в эти уже там моменты, подробности, если нет необходимости, то можно не вдаваться. То есть я придерживаюсь того, что все процессы, которые должны идти, они пусть и пройдут вине. И сколько по времени может длиться брожение? На самом деле, очень долго. У меня в прошлом сезоне так получилось, что один раз мы... Ну, брожение закончилось. Один раз мы сняли вино с осадка и оставили его в этом доме. Здесь, понятно, зимой прохладно. Мы иногда приезжали, подтапливали. Ну, вот эти вот скачки температуры и все прочее. Ну, не стали везти в город. Просто было не до того. И весной, когда стало тепло, оно стояло под затвором. Когда стало тепло, затвор заработал. И работал он до середины июля. Представляете? Да, у меня хорошая выдержка. Вот, работал он до середины июля. И надо сказать, я не помню, сколько был начальный сахар. Я вот, кстати, подозреваю, что даже еще спиртовое брожение шло вот этих последних сахаров. Ну, сахар был не очень большой. Ну, может, 20, может, 22. Так вот, то вино, которое получилось, я про него как-нибудь расскажу отдельно, потому что я в прошлом сезоне определенные технологии использовала. И, ну, очень мне понравилось. Я считаю, что это получилось, наверное, лучшее вино из всех моих вин, из всех моих сезонов. Так вот, алкоголь чувствуется. Именно не на языке спиртовая составляющая, а так вот выпьешь, и здесь прям так тепло-тепло. То есть там, ну, нормальный уровень алкоголя получился в итоге. Я просто оставила ее в покое, да? Не у всех есть такая выпечка, я согласна. Но постарайтесь создать максимально комфортные условия для ваших вин. И старайтесь им не мешать, и не вклиниваться в эти процессы. Любое ваше действие, как то снятие с осадка раньше времени, особенно добавление сахара поэтапно, оно может спровоцировать остановку брожения, и тоже тема сахара у нас уже избита и оговорена настолько, что кажется, ну, уже все понятно, не все смотрят, не все ролики, да, хотя ссылку я обязательно оставлю. Так вот, когда вы добавляете сахар по рецептам, абсолютно не понимая, что вы делаете, у вас брожение может остановиться. и на вопрос, что с этим делать, вот для того, чтобы ответить, надо понимать, что сделали вы. Потому что, если вы использовали хороший, качественный сладкий виноград, то есть дрожжи могут поедать только определенный процент сахара, выработать определенный процент спирта, потом этот же спирт их убивает, все, они мертвенькие, они дальше работать не могут. Так вот, если у вас изначально было достаточно сахара, дрожжи его переработали, а вы им еще им насыпали, они уже не в состоянии его переработать. И вот так уже на последних этапах было сложненько. А вы им еще сверху бах, бахнули, и они там такие лежат в ауте. Оно может возобновиться, то есть они там могут немножечко собраться с духом и решить, что нет, все-таки мы в себя этот сахар впихнем. И у вас как бы брожение остановилось, ай-яй-яй, ну или вы решили, что все остановилось. Опять же, довольные по бутылкам разлили, а потом бутылки порвались. Ну, если просто загазировались, ничего страшного. Если порвались, очень грустно будет. А почему? Потому что вы сахар сыпали. То есть вы это брожение остановили, оно может потом завестись, может не завестись. Могут плохие там всякие микробы, им тоже сахарку хочется покушать. Сластен хватает. Вот тоже возьмут, покушают, ну и испортят ваше вино. Потому что вы сыпали сахар, не понимая, что вы делаете. И здесь еще часто возникает вопрос, вот брожение остановилось, да, вот если я добавлю дрожжи, что-то будет. Ну, не факт, потому что нам надо понимать, сколько этого сахара было. Если мы понимаем, мы можем посчитать, да, то мы можем предположить, что еще, ну, как-то это можно исправить, еще дрожжи в состоянии этот сахар потребить. Да, нам надо, например, просто дождаться времени немножко, пока они там соберутся силами. Либо мы можем пойти в магазин и купить спиртоустойчивые дрожжи. Есть те, которые выбраживают до 18-19% спирта. Дикие дрожжи, кстати, тоже до 18% могут выбраживать. Но бывает, что им сложнее это сделать. Ну, и не у всех такие дрожжи, да, и тоже им надо все-таки определенные условия. Так вот, можно попробовать купить такие дрожжи, добавить их. Они эти сахара, что вы им насыпали, сбродят. Но вы получите очень спиртуозный напиток, то есть тоже понимаете это. Ну, и кто знает, может, вы сахаром насыпали столько, что даже уже эти стойки оловянные солдатики, назовем их так, не справятся. То есть здесь однозначного вопроса, вернее, ответа на ваш вопрос нет. Если вы понимали, что вы делаете, ну, да. Если вы вот просто по чьим-то рецептам, не зная, какой изначально был сахар и какое было сырье, то какой-то тут совет. Ну, я не отвечу на ваш вопрос. Тут только вы сами можете ответить. И точно так же, что с этим делать, да, 100% рецептов не будет. Потому что надо вот это все понимать. Да, еще касательно остановки брожения, есть такое мнение, что если брожение остановилось, дрожжам не хватает питательных веществ, их надо подкормить. Было какой-то год, какой-то комментатор просто под каждым видео писал, надо дрожжи кормить, надо дрожжи кормить, надо дрожжи кормить. Не надо дрожжи кормить. Безвидимые на то причины. В красных винах, которые мы бродим на мезге, тоже может касаться и белых, если мы их сделаем по красному типу, там всего будет хватать. Не надо просто так чего-то кормить. Если мы делаем уже белое вино по белому способу, да, это может иметь место. Но опять же, прежде чем что-то делать, мы должны понимать причину. Банально, если у нас сахар закончился, то мы можем хоть тонну туда аммиака закинуть, чтобы покормить дрожжи, а перерабатывать просто нечего, понимаете? Или если стало холодно, да, после тепла, и они там мерзнут, бедненькие, то от того, что мы подкормку будем азотную кидать, ничего не изменится. То есть всегда надо знать причину. Но подкормка может иметь место для классических белых вин, именно по белой технологии. И в случае, если вы используете специальные дрожжи, специальные штаммы, бывают такие, у которых большая потребность в питании, но когда эти подкормки идут вместе с дрожжами, там есть инструкции, руководствуйтесь ими. И помните, что при любой остановке нам надо выяснить причину, а уже потом ее решать, а не сыпать вот просто так сахар, подкормки, либо там греть, либо еще что-то. То есть самое главное, вообще, что вы знали, что вот есть два типа брожения, в принципе, спиртовой, яблочно-молочной. И у спиртового есть две стадии. Бурная и медленная. И вот медленную важно заметить, потому что как раз-таки ее часто не замечают. И, конечно, идеальный вариант, вот когда нам кажется, что брожение остановилось, померить сахар. Единственное, что рефрактометром мы не померяем. Он всегда будет показывать сахар. Если у нас изначально было 20%, сахара, то конечное будет 4%. Ниже цифры на рефрактометре не опустится. Просто имейте это в виду. Если у нас такой бытовой типа виномер, сахаромер, ориометр, то вот они более точно показывают остаточный сахар. Конечно, может быть легкая погрешность, но они могут показать. Если там вот 1-2% есть, то, значит, еще не совсем все выбродило. Но если вы видите, что уже поверхность ровная, уже затвор не работает никак, можно снять с осадка. И смотрите, здесь есть какие тонкости. С белыми винами, ну, неважно, делать их по белому или по красному, такое делать не советую. А с красными можно сделать открытую переливку. То есть, из горла в горло. Конечно, не надо переливать вот этот весь осадок. Нет. Мы просто переливаем, осадок оставляем, ну, аккуратненько. Конечно, часть его попадет в новую емкость, но не очень большая. Дело в том, что бывает, вот тоже дрожжам на последних стадиях уже не хватает кислорода. И много, на самом деле, чего нужно. И когда мы вот так вот делаем переливку, мы им даем возможность, скажем так, подышать. Они взбодряются и начинают бродить. Почему я не советую это делать со светлыми винами? Я сама несколько раз накололась. Когда мы такое делаем, вдруг наша светлая вина становится коричневым. То есть, определенные вещества при таком обильном контакте с кислородом, они окисляются и становятся коричневыми. Хорошая новость, это исправимо. Но достаточно сложно, то есть, лучше так не делать. И светлые вины все-таки снимать шланжиком. Единственное, что мы можем шланжик не опускать на дно новой емкости, а чуть-чуть вот разбрызнуть по новой бутыли. Ну, я думаю, что большинство понимает, о чем я говорю. Тоже будет контакт с кислородом, но только не такой сильный, как в первом случае. И напомню, что у нас уже даже если еще будет какое-то спиртовое брожение, оно идет медленно. Углекислого газа выделяется меньше, поэтому мы смело можем наливать емкости близко к верху. Закрываем затвором. Напомню, если перчатка, то целая, достаточно плотно ее завязываем, чтобы все-таки исключить доступ воздуха извне. Но при этом мы можем немножко заметить, когда у нас процессы пойдут. И также напоминаю, что протекание процесса брожения мы пробуем на язычок. Если там Гатякин язычок колит, значит еще процессы какие-то идут. Также напоминаю про температуры, что желательно поддерживать максимально, чтобы они были стабильны. Но если не получается, то не получается. Просто не спешите тогда убирать вино на холод. Поскольку чем полнее завершаться все процессы брожения, тем более лучшим и качественным будет ваше вино. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч!